Спрашивают меня, какие профессии будущего будут востребованы, на кого учиться, что нас ждет. И отвечу я вам на этот вопрос скептически. К сожалению, нет сейчас четкого понимания даже специалистов, которые занимаются будущим и прогнозируют технологические изменения, какие будут необходимы профессии и навыки. То, что нам казалось такими профессиями, от которых никуда не деться. Как представить себе, что есть, например, юриспруденция, а судей нет. В Китае сейчас уже активно внедряется система, когда решения выносятся судом с использованием искусственного интеллекта. Кажется, что раз мы идем в мир, где процветают технологии, то осваивать профессию программиста – это очень правильно и уместно. Но сейчас уже существуют искусственные интеллекты, которые способны кодить и решать соответствующие задачи самостоятельно, без участия человека. И эти технологии будут только разрастаться. Поэтому простого ответа нет. Если вы меня спрашиваете про детей, то я бы порекомендовал вам обязательно дисциплины для детей, которые дают им, естественно, научное представление о мире. Это биология, это физика, это химия. Точно в этих дисциплинах будет большая нужда, потому что мир становится сложным. И там же генная инженерия и так далее, и наше здоровье – это вещи важные. Тут без биологии, без химии, без физики не обойтись. Математика – очень важная дисциплина для структурирования мозга ребенка. Если же вы спрашиваете про самих себя, то, согласно данным McKinsey, это такое мировое агентство, которое измеряет самые разные показатели бизнеса, их результаты таковы. Ваша успешность на 75% зависит от так называемых soft skills. Soft skills – это наши, так называемые, мягкие навыки. То есть это не просто профессия, которая относится к жестким hard skill'ам. А soft skills – это умение справляться со стрессом, это умение работать в команде и социальный интеллект. И это интеллектуальные навыки, способность решать сложные интеллектуальные задачи. Поэтому не случайно я так много времени уделяю и обучению тому, как справляться со стрессом, и социальным навыкам, и мышление – это моя любимая тема. Так что это точно вам пригодится, и если вы прокачаете эти скиллы, я уверен, что в будущем вы найдете себе достойное место.